Ой, я бы хотела тебя попросить кое-чего. Ты бы, ты бы мог пепель положить в черепаховую коробочку для сигарет, которую я тебе подарила, которую ты... Спасибо. Ты очень хороший. Спасибо, ты очень хороший. Я слушаю. Нет, я просто сморкалась. Нет-нет, все в порядке. Бумаги твоей сестры. Я все сожгла на кухне в плите. И я даже сожгла тот рисунок, который ты мне велел сжечь. Ну, я так хотела его оставить, но я его тоже сожгла. Да. Алло. 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 Милый, а так? Алло. Нет, а так ты слышишь? А так? Ну, странно. Я как не старайся... А я тебя очень хорошо слышу, как будто ты рядом. Алло. Алло. Нет, Базель, не разъединяйте. Мы еще разговариваем. Алло. Да. Милый. Нет. Я... Ну, вот я теперь тебя совсем не слышу. Во. Нет. Только не клади, пожалуйста, трубку. Алло. Да. Не... Вот сейчас лучше. Да. Вот сейчас ты рядом. Ой, как это... Как это ужасно. Когда ты говоришь, говоришь... А тебе не слышно, как будто бы... Как будто бы ты умер. Поразительно, что нам дают так долго говорить. Обычно прерывают и все-таки дают не тот номер. Знаешь, но в твоем аппарате что-то шумит, как будто это не твой телефон. Ты сейчас не играл. Я тебя вижу. Какой твой шар. Красный. Рукава в рубашке. Подвернутый. Что в левой руке? Телефонная трубка. В правой. А вторую, как ты ей рисуешь, голубки, сердца, звезды в блокноте. Ты улыбаешься. У меня глаза вместо ушей. Нет! Нет, нет, не смотри на меня. Нет, я просто отвыкла спать одна вчера. И я нос к носу столкнулась с старой женщиной в зеркале, у которой масса мелких морщинок и куча седых волос. Представляешь? Мила. Какое же у меня прекрасное лицо, так говорят художники. Ой, мне намного больше нравилось, когда ты говорил. Взгляните. На эту противную мордашку. Да, уважаемый судырь. К счастью, ты неловок и любишь меня. Если бы ты меня не любил, то телефон бы превратился в страшное оружие, которое не оставляет следов и действует бесшумно. Я зваю. Алло. Алло, Милок. Милок, куда ты сейчас? Алло. Алло. Мадемуазель. Мадемуазель, нас разъединили. Алло. Алло. Да. Отель 047. Алло. Занято? Ой, это он меня сам называет. Отель 047. Нет, я прошу. Мадемуазель, я прошу 047, а мне говорят 046. Это отель 04. Дмитрий. Жозеф, это вы. Жозеф, это я. Мы говорили с мсье, нас прервали. Его нет дома. Мсье звонил мне из ресторана, а я звоню к нему домой. Ну, боже мой, какая же я рассеянная. Простите меня, Жозеф. Да. Спасибо. Спокойной ночи, Жозеф. Спокойной ночи, Жозеф. Спокойной ночи, Жозеф. Спокойной ночи, Жозеф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, никто не отвечал. Угу. Ты очень хороший. Ты хочешь спать? Ты ложишься спать, да? Да, спасибо. Спасибо, что позвонил. Таким же тоном, как и раньше. Таким же тоном, как и раньше. Только понимаешь, говоришь, говоришь, и вдруг забываешь, что придется погрузиться в пустоту. В мрак. Выслушай меня, любимый. Я поняла, что ложь не помогает мне счастье. Нет, нет. Нет. Это я тебе только что солгала. Нет, я не говорю, что ты мне лжешь. Я хочу сказать, что я тебе только что солгала. Вот уже 15 минут, как я тебе лгу. Я не обедала в гостях у Марты. На мне не было розового платья. Просто, понимаешь, я... Нет, ничего серьезного, мой дорогой, не пугайся. Нет. Просто... Пока я ходила, вставала, одевалась, я понимала, что... что я... я не могу без тебя. И поэтому я накинула мантону ночную рубашку и решила взять такси и поехать к тебе, к твоему дому и стоять под твоими окнами. Нет, нет, я не знаю. Я бы просто стояла, стояла сама, не знаю, чего ждала бы. Да. Нет, нет, ничего серьезного. Вчера вечером я... У меня немного пройдет голова. И я решила выпить таблетку снотворного. Затем я подумала, а что если принять... Если принять больше, я усну и не проснусь. А если принять все, я умру. Нет. Нет, нет. Я бы приняла 12 таблеток. Знаешь, я уснула, как убитая. И мне приснился сон, что ты меня бросил. И я страшно обрадовалась, что это сон, что голова моя лежит на твоем плече. А когда я проснулась и увидела, что тебя нет рядом и не лежит моя голова на твоем плече, я поняла, что я не могу больше жить. Я не хочу жить даже для твоего блага. И я не хочу лгать. И на меня напала такая ужасная тоска, что приблизительно... Мне было холодно, да. Я лежала в теплой воде. Да. Ух, мне не схватило мужество умереть одной. Я через час позвонила к Марте. Да. Она приехала ко мне с врачом, который живет в ее доме. Да. Температура была около 40. Оказывается, отравиться очень сложно. Да. Да. 38. 38,3 сейчас. Немного лихорадит. Это от нервов. Нет, нет, не волнуйся. Боже мой, какая я рассеянная. Боже мой, какая я рассеянная. Мсье звонил мне из ресторана. Да. Я же тебе поклялась. Нет.